СВАДЕБНЫЙ ТРАДИЦИ Сегодня они зачастую забыты, возможно, поэтому и стало так много разводов. Русско-белорусское братство 2000 решило провести свадьбу по всем канонам и заветам предков, чтобы жизнь молодых была обязательно самой счастливой. Уважение к семейным ценностям, поклонение предкам и таинственные обряды, связанные с природой, солнцем и луной, собраны в белорусское веселье. Свадьбу у славянских народов было принято играть осенью, когда заканчивали сельхозработы. Для выбора даты торжества значение имела и фаза луны. Счастливую семейную жизнь стремились начать в новолуние или полнолуние. Трепет, волнение, предвкушение праздника – это предсвадебные хлопоты. Внимание им не меньше, чем самому торжеству. ПЕСНЯ В ЗАГС или Церковь невесту собирают подружки. Венок с яркими лентами и цветами – непременный атрибут свадебного наряда. Считалось, что от красоты венка зависит и судьба невесты. По национальным традициям главную героиню предстоящего торжества наряжают не в собственном доме. Но и выбор места сборов не случайен. Нужен дом, где живет дружная, счастливая и богатая семья. Представители русско-белорусского братства 2000 замуж выдают активистку Юлию Теплянскую, председателя молодежного отделения организации. И место для предсвадебной подготовки выбрали самое подходящее – Дом дружбы народов. Жених Георгий Курмаков тоже из русско-белорусского братства. Молодой человек, замечательный, рассказали родители невесты. Добрый, честный, порядочный, ответственный. А главное – Юлию очень любит. Даже в старину в Белоруссии свадьбы играли только по любви. Браков по расчету или по договоренности родственников не было. Но и такому бравому сябру подруги просто так невесту не отдадут. Выкуп – одна из немногих славянских свадебных традиций, сохранившихся через века и широко распространенных сегодня. Эмоции, смех, песни, шутки в белорусской веселе – выкуп уже как праздник. Кирмаш – это как праздник, да, ярмарка. Ведь выкуп – это означает кирмаш по-белорусски, да, ярмарка. То есть мы во время выкупа требуем с жениха как можно больше. В ярмарке торгуется и у нас тоже. Соответственно, выкуп весь проходит как кирмаш белорусский. А кирмаш ярмарка всегда с песнями, с танцами, с весельем. Для жениха подготовили испытания и на проверку памяти, и на остроумие, и на находчивость. Съесть яблоко подвешенное над дверью Дома дружбы без помощи рук удалось лишь с помощью друзей. Мы спя варим, счастье вам жадаем, и за нас у гостей запрошаем. Основная задумка выкупа современного – чтобы жених произнес как можно больше ласковых и добрых слов о своей возлюбленной. История любви Юлии и Георгия длится практически всю жизнь. Знакомство их началось еще в детском саду. Потом судьба молодых людей развела, но половинки вновь нашли друг друга. Три года назад. Неожиданно, но не случайно. Мы встретились, можно сказать, банально в магазине. И узнали друг друга с той фотографии с детской, когда мы еще ходили. Были маленькими, ходили в садик, вспомнили. Объединяет молодых людей и одна общественная работа, и увлечение – одни на двоих. Он любит рыбалку. Также люблю рыбалку я. Мы вместе проводим выходные вместе на озере с удочкой. Столь нестандартную сегодня и одновременно столь традиционную церемонию молодые люди и не ждали. Впервые белорусские свадебные традиции воплотили в жизнь на Самарской земле. Мы очень гордимся, что у нас будет не просто свадьба с белорусским компонентом, что за 40 лет в Доме дружбы проходит такая первая национальная свадьба. В первую очередь мы, естественно, как и белорусы, проживающие на Самарской земле, очень рады, что наши молодежь поддерживают традиции белорусские и решили именно в юбилейный год организации, потому что в этом году наша организация 15 лет, провести именно свадьбу с белорусским компонентом. Чем хорошо? Дело в том, что в белорусской свадьбе закладывается определенный магический смысл. Передача от предков, молодежи, эстафеты, добропорядочица, добробыта, любви, взаимопонимания. Множество примет и суеверий в старину старались соблюсти на свадьбу. Конечно, белорусские свадьбы разные немножко в селе, на селе и в городе проходят, потому что если свадьба проходит на селе, то обязательной традицией является после ЗАГСа все молодожены едут обязательно на кладбище, чтобы отдать дань памяти умершим и, соответственно, показать свое отношение к предкам. Это в основном проходит в маленьких городках и в селах. В городе уже, конечно, проходят сейчас современные свадьбы, уже так глубоко не углубляются в традиции. Но остаются некоторые основы. То невесте обязательно второй день, мама жениха снимает, если в САГСе проходит, то невеста приходит в свадебном платье тоже. И во время свадьбы ей снимают фату, повязывают косынку, и невеста должна, и фартук, да, подает всем гостям блюда, которые готовила, ну, как говорят, всю ночь готовила, выпекала, радовала гостей. Это как бы показывает, какая хозяйка у нас в доме. Перед отъездом в ЗАГС родные невесты приглашают гостей и сватов за праздничный стол. На белую льняную скатерть ставят национальные блюда – каравай, блины, пироги и, конечно, знаменитые белорусские драники. Драники, блины – это наши. Драники – трется картошка на мелкой терке, добавляется лук, тоже протертый на терке, добавляется соль, перчик. Немножко мучится и обжариваем на растительном масле. Получаются очень вкусные блюда. Родители невесты, семейное счастье которых длится уже 35 лет, дают наставление молодым, как жить в любви и согласии. Главное – любить друг друга, уступать друг другу, понимать, помогать друг другу в трудных минутах. Сакральным смыслом пронизаны все действия на свадьбу. По традиции отец опоясывает свою дочь полотенцем, трижды обводит вокруг стола, обязательно по солнцу, и ведет к порогу, где ее ждет жених. Затем родители заворачивают в красные концы полотенца по буханке хлеба. Саму ткань держат в форме подковы. Молодые проходят через врата бессмертия, обязательно пригнув голову, поклонившись порогу. Так отдают дань предкам. Дорога до церкви или ЗАГСа тоже необычна. Кортеж обязательно должен состоять из семи повозок. В современных условиях их заменили семьей автомобилями. Родители невесты обходят повозки машины с иконной гранными свечами в руках и обсыпают кортеж дерном. Так они замыкают участников венчания в магический круг, чтобы по пути никто не мог навредить молодым. Ряд традиций белорусских из века в век наследуется. Ну, например, у нас свадьбы делятся на три этапа. Это предсвадебные хлопоты, сама свадьба и послесвадебные. И если, например, обратить внимание, у нас родители в ЗАГС не едут. Ни родители жениха, ни родители невесты. Потому что по белорусским традициям именно в послесвадебные хлопоты входит такой обряд, как пироги. То есть на девятый день после свадьбы родители собираются с одной и с другой стороны за общим столом. И как раз за пирогами отмечают свадьбу детей. Потому что во время всех торжеств у них нет даже времени присесть. Вот этим как бы белорусская свадьба, возможно, отличается от других. То есть родители у нас не едут ни в ЗАГС, ни в церковь. На пороге ЗАГСа молодых встречают песней. Уж очень творческие самарские белорусы. Шука девку в Акарозе, а не в Карагозе. У вас, куда из-под ка девчины наши хлопцы ходят? Бульба, 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 бочка отранная, печаная. Я девчинка, веся, лукавки, зарученная. Бульба, бульба, бочка отранная, печаная. Я девчинка, веся, лукавки, зарученная. На пол кладут красный пояс, поверх стелят полотенца. На него становятся молодые. После свадьбы родители собирают в это полотенце ложки, фужеры, которыми пользовались молодые. Перевязывают их красной лентой, а сверху поясом. Это символ долгой счастливой жизни новой семьи. Обмен кольцами на свадьбе тоже имеет особое значение. Для белорусов это союз луны и солнца. Традиционно у жениха кольцо золотое, у невесты серебряное. Символическую чашу терпения вручают молодым с пожеланиями, чтобы она никогда не переполнялась. Подарки на традиционной свадьбе со смыслом. Конечно, наша Белоруссия славится не только картофелем, но и пшеницей, рожью. Но колоски эти вообще означают... Мы как бы их приготовили, чтобы, скажем, сколько зернышек в каждом колоске, столько, чтобы у нас детишек родилось в нашей белорусской семье. Ну, как бы символ благородия колоски. Но мы будем трактовать по-своему. Сегодня у нас праздник же. Ну и фрукты, чтобы дом всегда был богатый, щедрый, на радость, счастье. Чтобы дом был полной чашей. Убранство в духе белорусской деревни украсила ЗАГС Самарского района областной столицы. Национальный подход здесь восприняли на ура. Конечно же, зацепила яркость костюмов, сочетание таких живых цветов, красного, белого. Это особенность пшеницы, снопы. Также насыщенностью, колоритом подарков, будем так говорить. А так, в целом, это единый народ. Я думаю, что это с русскими совпадает. Свадьбы с этнокомпонентами и даже целые фестивали национальных свадеб отделы ЗАГС Самарского региона проводят не первый год. Сотрудники уверены, верность традициям укрепляет и современные семьи. В отделе ЗАГС это уже не первый опыт проведения национальных свадеб. В нашем отделе ЗАГС проходила регистрация брака в украинских традициях, в русских традициях. Свадьба, конечно, торжество очень личное, но такая яркая, с глубоким смыслом, еще и укрепляет дружбу между народами. Поздравляли белорусов, представителей национально-культурных центров региона и Дома дружбы народов. Наша Самарская область – это многонациональный регион, один из самых многонациональных, где проживает более 157 народов. И сохранение вот этих вот традиций и обычаев, ну, сегодня это обряд свадебный, мы с вами наблюдаем, способствует сохранению идентичности культуры, например, сегодня белорусского народа. Знакомство жителей нашего края с обрядами, старинными обрядами, свадебными, с традиционными обрядами, укладкой быта, это все способствует, опять-таки, дружбе, знакомству, так как мы все живем в одном регионе и должны знать, наверное, обряды и обычаи. В заключение свадьбы все гости делят между собой каравай, который пекла невеста. На белорусской свадьбе в Самаре каравай еще и символ единения и дружбы, дружбы народов Самарского края. Субтитры подогнал «Симон»